Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем гамма-аминомасловую кислоту, ее эффекты. Соответственно, кого заинтересует эта вещь, напоминаю, что я работаю в клинике, можно непосредственно заказывать проверенные вещи, на которые работают врачи через нашу клинику. Все контакты я развешу внизу, в описании под видео. Ну и, конечно, вы можете обратиться ко мне напрямую, я вас сведу с киновым контактом администратора. Она высылает по всей России, да и СНГ. Никогда не было проблем, высылает БАДы. Есть такая услуга бесплатная, можно под вас подобрать какое-то целевое количество БАДов. Ну а сегодня мы поговорим о гамма-аминомасловой кислоте. И что здесь интересно? Ну, наверное, язык не повернется назвать это чисто БАДом. Это важнейшее наотропное средство, стимулирующее ЦНС и участвующее в процессах торможения центральной нервной системы. Так вот сложно она устроена, она является нейромедиатором и, соответственно, участвует во всех этих нейромедиаторных процессах. Ну, чтобы не выдумывать самому и вот из середины, из контекста не вытаскивать какие-то непонятные вам слова, мы попробуем превратить их в понятные. Я сейчас буду с справочника, буквально с инструкцией фактически читать, но просто вам переводить на, соответственно, какой-то простой язык. Для нас что важно? Ну, то, что по поводу того, что она является нейромедиатором, если это просто очень обговаривать, это работа центральной нервной системы, это работа, разговор о сокращении мускулатуры. Здесь подразумевается сокращение, понимаете, вот как качок мыслит. Вот мне, чтобы поднять на бицуху гантелю, надо, чтобы мышца сократилась. Тогда эта гантеля будет, ну, чем сильнее она, типа, сократилась, вот так вот в понимании обычного человека, тем лучше. Или боксер мыслит. Вот, чтобы мне, значит, как-то произвести выгодный удар, мне нужно, чем быстрее моя мышца сократится, тем лучше. Но все забывают, что есть две фазы сокращения и расслабления, да. Если мышца не расслабилась после предыдущего сокращения, то логично, что то же самое движение воспроизводить у вас не получится. То есть вот этот вот процесс от сокращения расслабления контролирует, соответственно, в том числе и нейромедиаторы и так далее. И это для этого и нужно, чтобы все ваши фазы, да, они работали здесь слаженно. То есть нельзя держать постоянно мышцу в напряжении. Потом, с какой очень часто проблемой мы сталкиваемся? Ходим к остеопатам, неважно, может быть, даже не спортсмены. Вот я сейчас нахожусь в таком положении перед вами. То есть из-за того, что мы постоянно сидим за компьютером, что происходит? Конечно, мы сутулимся, мы, соответственно, закрепощаем мышцы шейного отдела, мускулиспарва-то брали, страпециевидную и так далее. Все это болит, ноет. В чем смысл? Почему это болит, ноет и закрепощается? Потому что, ну, происходят некие ошибки нервной системы. Она не может потом из-за долгого нахождения в одном положении, это мышца расслабит, да, образовывается со временем триггера. Чтобы этого не происходило, конечно же, нам нужна гамма-амино-масляная кислота. Поэтому и говорится о процессах торможения. Конечно, и процессы торможения психики здесь могут тоже. Психика завязана центральной нервной системой. Естественно, употребление гамма-амино-масляной кислоты, она влияет на сон, она улучшает качество сна, улучшает фазу глубокого сна. Но здесь нельзя, разумеется, сказать, что, допустим, она как-то вас размажет, сделает из вас зомби гамма-амино-масляная кислота, да, что она как-то повлияет на вас, ну, в негативном плане, да, не даст работать, чрезмерно вы будете какой-то расслабленный, какой-то не такой, такого эффекта нет. Наоборот, здесь есть и позитивные, соответственно, стимуляции работы нервной системы, метаболизма, и стимуляции торможения и разгона психики. То есть здесь все это будет сбалансировано идти, потому что это такой нервомедиатор конкретный, это не какое-то там, не знаю, рецептурное наркотическое средство, которое выключит вам просто нервную систему. Это скорее просто позволит работать нервной системе эффективно. Конечно, если у вас бизнес, если вы занимаетесь помимо спорта, к примеру, какими-то умственной деятельностью, наверное, она вам даже нужнее, чем спортсмену, потому что, ну, гамма-амино-масляная кислота – это наше все. Следующий пункт, как раз связанный с тем, что я говорил выше, это улучшение кровоснабжения головного мозга. Ну, здесь, наверное, много говорить не надо, головной мозг – это не только психика, там, ваше сознание, там, ваша память, с чем у людей еще ассоциируется головной мозг. Дорогие друзья, головной мозг регулирует, соответственно, всю базовую гормональную систему. поэтому здесь никак, никак не может с плохой центральной нервной системой человек, у которого хронические недосыпы, он не может быть здоровым никак абсолютно. Его гормоны не могут найти какой-то, да, гомеостаз, баланс. Такого не может быть просто по той причине, что если мозг, соответственно, как-то перегружается, разрушается, неважно, есть какие-то диреативные процессы, энцефалопатии, все это ухудшает работу мозга. И, естественно, нужно профилировать, можно профилировать даже, я бы сказал, практически постоянным приемом гамма-анино-масляной кислоты у людей, у которых есть те или иные акцентуации в плане заболеваний. И, соответственно, требует мозг дополнительного насыщения кислородом. В таких случаях я еще рекомендую пить глицин по 1000 мг, гамма-неаптечный глицин, который такой вот в БАДах качественный глицин в 1000 мг, активирует энергетические процессы, повышает дыхательную активность ткани. Ну, то есть, по-другому говоря, он, соответственно, гамма-аминомасляная кислота увеличивает количество кислорода в клетке. Кому это может быть нужно? Ну, например, у вас вы пережили недавно, соответственно, какую-то гипоксию, даже в плане, может быть, внутритканной. Как от Сибра, синдрома избыточного материального роста, это могло произойти, так это может произойти на фоне курения, стрессов, так это, например, может произойти на фоне анемических состояний. И вот, соответственно, употребляя гамма-аминомасляную кислоту, вы быстрее уберете, соответственно, последствия вот этой вот гипоксии ткани. Дальше, наверное, что мне наиболее здесь нравится и важно, это пункт про улучшение утилизации глюкозы и удаление токсических продуктов обмена. И на самом деле, если у вас даже нет синдрома избыточного материального роста, продукты токсического обмена постоянно накапливаются, потому что постоянно идут окислительные реакции. В том числе, если вы употребляете много жиров, это очень полезная диета. Я говорил, что так можно избавиться от инсулинорезистентности, так можно пролечивать диабет и так далее. Но вообще сама жизнь нашего организма – это окисление, это производство неких токсических продуктов обмена тоже, их надо утилизировать. И хотя бы периодически можно добавлять в себе гамма-аминомасляную кислоту. Далее, взаимодействуют с специфическими гамма-киркическими рецепторами А и Б типов, улучшают динамику нервных процессов в головном мозге. И здесь, наверное, чтобы вас не запутывать, здесь просто более подробно описывается вот это вот, ну, соответственно, ноотропное и стимулирующее метаболизм центральной нервной системы действия. Повышает продуктивность мышления, улучшает память, оказывает умеренное психостимулирующее действие. То есть, вот, пожалуйста, вы не будете спать. Многие боятся, что говорят, как же я буду засыпать, если это написано, что торможение. То есть, это не то торможение, о котором вы думаете. Не обязательно торможение конкретно в психике должно происходить. Антигипоксическое и продуктиво-судорожным действием обладает. И вот противосудорожное действие здесь и антигипоксическое. Кому еще особенно будет интересно? Конечно, людям с вертубазиллярной недостаточностью. То есть, людям, у кого в шейном отделе есть, соответственно, грыжи протрузии, есть нарушение вертубазиллярного бассейна, может быть, артеросклероз вертебральных артерий или изменение их за счет изменений структуры позвоночного столба. Конечно, соответственно, гамма-амином и масляная кислота здесь будет устранять и гипоксии, так как противосудорожное. Что у нас происходит со всеми этими грыжжами, протрузиями, когда у людей, конечно, они жалуются на гипертонус. Ну, неврологи их лечат. Но, опять же, постоянно наблюдаться у невролога, проще как-то вести профилактику. Постоянно, чем нежели ходить к остеопату. И так приходится к нему ходить, если чаще всего обострение какое-то, вы простыли. Поэтому, пропивая гамма-аминомасляную кислоту, вы вот этот противосудорожный эффект, противоспастический, я бы даже сказал, эффект, противогипертонуса вот этого мышц, вы, соответственно, его вводите в свой. Далее интересные очень свойства. То есть мы часто назначаем пожилым с этой целью способность восстановления речевых двигательных функций после нарушения мозгового кровообращения. Вот. Ну, вспомним, что это такое у пожилых, особенно тартеросклероз, соответственно, это поражение сосудов головного мозга и так далее. То есть и вот, когда вот такие вот комплексные нарушения, может быть, вы восстанавливаете вашего родственника после порезов, параличей, это вот все очень-очень удобно использовать. Оказывает умеренное гипотензивное действие. И здесь я, наверное, заострюсь не только на наших гипертониках, да, не только на пожилых людях, но и заострюсь, что, в принципе, особенно в достаточно высоких дозировках и безопасно и здорово использовать тем людям, кто находится на курсе тестостерона. По какой причине? Проблемы с гипертонией у нас есть из-за использования тестостерона? Есть, конечно. Проблемы со спастикой? Есть. Есть. Дело вот этого спастического напряжения и перегрузки центральной нервной системы обостряется чем? Ну, конечно же, тем, что, когда вы находитесь на курсе тестостерона, у вас масса растет очень быстро, организм не успевает к этому адаптироваться, так или иначе, вот это вот чрезмерное спастическое напряжение, оно накапливается. Поэтому здесь, как бы, сам Бог, как говорится, велел использовать гамма-аминомасляную кислоту. Уменьшает исходное повышение артериального давления, но здесь еще раз то, что мы говорили, да, противогипертензивное, и выраженность обусловленных гипертонических симптомах. Былокружение бессонницы, незначительно урежает частоту терминологических сокращений, у больных с сахарным диабетом снижает уровень глюкозы в крови, при нормальной гликемии, нередко вызывает гипергликемию, обусловленную гликогенолизом. Вот, соответственно, ну, здесь, наверное, я бы не сказал, что при нормальной гликемии там как-то выраженно сахара поднимаются, такого я не замечал, и сам употребляю гамма-аминомасляную кислоту, и пациенты у меня употребляют, а вот снижение сахара действительно такое есть. Хотя бы за счет даже того, что вы гораздо активнее на гамма-аминомасляной кислоте ведете свою жизнедеятельность, и таким образом, конечно же, расходуете с сахара. Дорогие друзья, надеюсь, вам вот такая тема по поводу гамма-аминомасляной кислоты очень понравилась. Вот, пишите комментарии ваши, вопросы, будем обсуждать. Также, соответственно, ждем всех, кому нужна помощь с приобретением БАДы, телемедицина называется, также те, кто хотел, в этом же чате, в Телеграме, сейчас я оставлю ссылку, вы можете, соответственно, заказать в телемедицине не только мою там консультацию, да, моя, это отдельно мне пишется, а в телемедицине там есть ребята, которые работают, и вы можете там травматолога всякого, нейрохирурга, гинеколога, кого угодно, вот, себе попросить на онлайн-консультацию, мало ли, какие у вас возникнут вопросы, такое тоже есть. Ну, или, допустим, я или какой-то другой врач помогает бесплатно собрать пакет БАДов в телемедицине, такое тоже есть. Так что, дорогие друзья, я надеюсь, тема вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok